Привет, с вами Sawyer. Это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим про инлайновый ассемблер. Про вставки ассемблера в программы на языке C. Для компиляции будем использовать бесплатный компилятор GCC. Гнусный компилятор. Единственная особенность, что по умолчанию ему нужно делать вставки ассемблера на синтаксисе ATNT. И чтобы это исправить, нужно указать явно, что мы хотим использовать интеловский вариант ассемблера. Но он приятнее, потому что, как правило, в документации, в статьях используют именно его. Он гораздо понятнее и привычнее для большинства людей, которые хоть как-то интересуются этой темой. Поэтому вот с этим мы поговорим, потому что там есть небольшая проблемка. И дальше рассмотрим несколько вариантов того, как можно сделать вставки на ассемблере. И как взаимодействовать с параметрами, с переменными в программе, для того, чтобы ассемблерные вставки могли изменять как-то значение переменных программ на языке C. Вот об этом всем мы сегодня поговорим. Такое совершенно базовое вводное занятие, урок, если хотите. И давайте начинать. Смотрите, для того, чтобы вставить ассемблер, ассемблерную вставку, в языке C предусмотрена специальная инструкция, которая, как ни странно, так и называется ASM. Дальше нам необходимо открыть круглую скобку и в двойных кавычках указать непосредственно инструкцию, которую мы хотим вставить. Причем этих инструкций может быть несколько, они могут располагаться в столбе, как мы посмотрим далее. Для того, чтобы установить связь с этими инструкциями нашей программы, есть три дополнительных секции, которые разделены двоеточия. Вот вы видите здесь три двоеточия. Каждая из этих секций опциональна, то есть не обязательно. В первой секции мы перечисляем специальным образом, есть специальное значение, которое нужно использовать, чтобы указать, что мы хотим забрать из нашего ассемблера инлайнового в основную программу. То есть как нам схватить какие-то значения регистров, например, и засунуть их в основную программу. Вот здесь мы должны это указать. Дальше. Если мы что-то хотим передать ассемблеру, который мы вставляем, соответственно, мы должны указать в блоке input значение, которое мы хотим передать в нашу ассемблерную вставку. И последнее. Мы должны указать, что мы затрагиваем. Какие регистры мы затрагиваем в наших ассемблерных вставках, чтобы компилятор не использовал их. То есть знал, что эти вещи уже используются нами и случайно каким-то образом не сгенерировал код, который завязан на эти регистры. Это вот третья секция, которая позволяет нам исключить что-то из рассмотрения в ассемблере. Значит, давайте рассмотрим пару базовых примеров с этой вставкой. Потом более подробно поговорим о том, какие входные и выходные значения должны быть для того, чтобы мы, например, связали их с регистрами. Первый пример. Значит, смотрите. Первый пример я специально взял на AT&T, там, синтаксисе. Давайте мы его выведем вот таким образом. Значит, это обычная простая программа на языке C. Но используется в ней не совсем обычный ассемблер. Для кого-то он непривычный. Это как раз синтаксис AT&T. Значит, что здесь происходит? Смотрите. Ну, сначала все идет стандартно. Да, то есть мы делаем функцию main. В функции main мы определяем переменную. Потому что мы хотим в эту переменную с помощью ассемблера записать какие-то значения и вывести их потом на экран. Да, то есть это понятно. Теперь давайте посмотрим, как построена непосредственно сама ассемблерная вставка. Ну, во-первых, здесь есть нюанс, что я указал с двумя подчеркиваниями. Можно и с ними, и без них использовать. Это не принципиально. Значит, дальше. Какие принципиальные отличия у AT&T-шного ассемблера? Ну, во-первых, здесь значение, которое записывается в регистр, в данном случае, идет первым. То есть сначала мы указываем, что записываем, а потом куда. То есть в сравнении с интелским ассемблером они поменялись местами. Соответственно, это первое, что нужно учитывать. Дальше. Чтобы указать целое число константа, мы используем перед ним знак доллара. В данном случае 10 это обычное десятичное число. Ну, равно 10. Дальше. Для того, чтобы записать длинные значения, то есть тип long, мы используем инструкцию mobile. То есть EAX 32-битный регистр, поэтому мы должны его записывать в соответствующие команды. Таким образом, в первой команде мы просто помещаем в EAX значение 10. Во второй команде мы содержимое EAX передаем в какую-то странную конструкцию, которая указывается как процент 0. Процент 0 в данном случае это не ассемблерная инструкция. Не ассемблерная конструкция. Это конструкция компилятора. Именно ее он подменит на наш блок. Видите, два блока не указано. Указан только блок output. Так вот. И в этом блоке указана только одна переменная V. Идет интересная запись. То есть сначала в кавычках мы указываем, собственно говоря, что это такое. И вот здесь нужно понять, что с помощью вот этого равно мы говорим о том, что это будет производиться запись в переменную. А с помощью буквы мы говорим, откуда нужно эта запись взять. И M означает memory. То есть мы должны взять это значение со стэка. Мы должны на стэке определить вот эту самую переменную. Она у нас уже определена на стэке. Мы должны связать вот это значение, расположенное на стэке, со значением, которое у нас будет передано в инлайновую вставку. Таким образом, вот сюда в результирующем ассемблере будет записано не процент 0, а непосредственно, конкретно, значение, взятое со стэка. То есть с регистра EBP с нужным смещением будет вот сюда подставлено значение. И у нас получится вполне себе осмысленная инструкция ассемблера, которая запишет десятку в это значение. Соответственно, вот в эту вот переменную это значение попадет. Может показаться немножко сложно. Давайте я сейчас сначала скомпилирую эту программу. Сделаем это элементарно. Теперь давайте ее запустим. Все. Мы видим, что выдается значение 10, что, собственно говоря, нам и надо. Давайте посмотрим теперь на вариант. В ассемблерном варианте, что там у нас будет скомпилировано в этой программе. Реально. Смотрим. Значит, смотрите. Вот эта секция, которая у нас вставляется нашим инлайновым способом. Она здесь в ассемблерном представлении. То есть, когда мы с помощью компилятора компилируем с ключом минус S, мы получаем не бинарный код, а ассемблерный код. То есть, это стадия получения кода генерации в ассемблерном варианте. И мы здесь реально видим, какой код сгенерировал в ассемблерном представлении компилятор. И вот здесь мы как раз то, о чем я говорил. То есть, RBP у нас со смещением минус 12 указывает на переменную, находящуюся в стеке. И, соответственно, мы десятку записываем в EAX, дальше из EAX на стеке записываем значение. И дальше идет выполнение нашей программы. То есть, все ровно так, как я и говорил. Плюс, вот эту часть компилятор не должен оптимизировать. То есть, он должен использовать ровно то, что мы ему сказали, то, что мы ему записали. Остальная часть, которая у нас здесь есть в этой программе, это то, что скомпилировал нам. Точнее, не скомпилировал, а а ассемблировал нам компилятор. Это обычная программа на языке ассемблера в AT-AT-шном синтексисе. Окей, если мы теперь хотим использовать ассемблерный синтексис. И вот здесь кроется, пожалуй, первая такая основная проблема, которая заключается в том, что в сети очень распространен такой вариант, когда предлагают сделать следующим образом. Просто взять и указать инструкцию Intel syntax no prefix перед ассемблерным кодом, написанным в интеловской семантике. А потом вернуть его в AT-AT-шный синтексис. И вот давайте мы попробуем сейчас это скомпилировать и посмотреть, что получится из этого. И получится ли из этого вообще хоть что-то. Мы делаем компиляцию и выдается ошибка. Ошибка мусор в RBP. Почему? Ну давайте разбираться. Для этого мы опять же сгенерируем ассемблерное представление. И посмотрим, как оно выглядит. Значит, мы видим, что сгенерировался код, который мы написали. И он действительно сгенерировался. Вот он. И дальше идет совершенно правильно наша инструкция MoveEAX. А дальше, дальше вот здесь идет инструкция, которая не является инструкцией интеловского ассемблера. Потому что в интеловском ассемблере у нас вот здесь должны быть квадратные скобки и в них должен быть расчет адреса. То есть здесь, несмотря на то, что мы сказали вставить интеловский синтаксис, на самом деле мы только сказали, что дальше пройдет интеловский синтаксис. А компилятор, как и раньше, вот эти специальные значения, которые процент 0, насколько вы помните, мы использовали. Процент 0, он разворачивает в ту же самую инструкцию, которую он сделал бы в AT&T-шном ассемблере. И это не работает. Давайте я посмотрю теперь еще раз, покажу вам, как у нас выглядит вариант программы в языке C. То есть мы вот здесь берем, явно указываем интеловский синтаксис, опять указываем move.ex10 и говорим, вот он, наш 0, подставить сюда значение со стека, которое хранится в переменной V. И он берет и подставляет. И так как он не знает, что в целом мы это сделали на интеловской нотации, вот эта инструкция ему ничего нашему компилятору не говорит. Он, соответственно, делает это, как у него по дефолту заложено. Поэтому единственный правильный способ скомпилировать данную программу заключается в том, что мы должны сказать massam intel и теперь дать вот этой intel x1 intel. И теперь мы получаем другую ошибку, что слишком много ссылок на память для move. Давайте посмотрим, с чем это связано. Теперь мы должны убрать вот этот вот префикс и убрать вот этот вот AT&T синтаксис, потому что теперь вся целиком программа у нас компилируется в AT в интеловском варианте, потому что мы указали это на уровне глобального флага. А вот здесь мы далее говорим, что далее идет AT&T синтаксис. И вот это возникает ошибка, потому что далее должен идти также intel синтаксис. Собственно говоря, это мы должны указать. То есть мы теперь уже здесь никаких дополнительных указаний на то, каким образом должен быть использован ассемблер, в какой аннотации, здесь не делаем. Отлично. Теперь проверяем. И да, теперь все у нас компилировалось. Теперь у нас все работает. То есть вот этот нюанс, что мы должны указать интеловскую нотацию для всей программы, и тогда мы можем делать ставки на интеловском ассемблере. Если по каким-то причинам мы этого сделать не можем, мы обязаны написать все на AT&T синтаксисе. Не такой он сложный, его можно выучить, с ним можно работать. Но для изучения, для обучающих целей просто используем флаг минус массам равно intel, и все у нас нормально. Отлично. Это мы поговорили о том, собственно говоря, как мы можем использовать ассемблер в интеловской аннотации. Теперь вторая часть. Давайте рассмотрим то, что наиболее часто используется в ассемблере. Значит, когда мы заговорили вот как раз о наших вариантах использования, какие мы буквы можем использовать для того, чтобы указывать, как связывать переменные с регистрами, вот как раз здесь есть несколько основных значений для основных регистров. То есть EX у нас это буковка A, B это EBX, C это ECX, D EDX, ESA, EDA это S, D. То есть вот теперь, если нам нужно что-то указывать вот здесь, да, вот здесь, мы можем вместо M, которое означает memory, мы можем указать, например, там A, тогда это будет EOX, да, то есть и мы тогда бы записали сразу значения в EOX, и мы могли бы уже изменить эту запись ассемблера, указав непосредственно, какие могут быть значения использованы для записи в регистре, да, то есть вот эти вот значения, вот эти модификаторы, которые есть, их нужно либо погуглить, либо где-то найти и использовать. Окей, теперь, какой наиболее частый вариант использования ассемблера в языке C? И если мы посмотрим, то наиболее часто, наверное, речь идет о выполнении каких-то прерываний. И если мы говорим о Linux, то у нас есть стандартное системное прерывание 80H, которое позволяет нам использовать стандартные системные вызовы. И сейчас я вот как раз хочу показать, как можно сделать системный вызов, например, для того, чтобы использовать вывод на экран с фразы Hello World. Значит, здесь есть, соответственно, несколько нюансов. В данном случае речь идет о 32-битном варианте, то есть нам нужно будет компилировать в режиме 32-битном нашу программу, и, соответственно, флагов, которые у нас есть, увеличатся. И здесь я хочу еще показать один момент. Помните, было видео про линковку, и там я рассказывал, что main это не первый шаг. Первый шаг это функция start, которая содержит еще вызов кучи стандартных библиотек. И вот здесь я хочу заодно показать, что мы на самом деле можем все это сократить. И с помощью флага не использовать библиотек и не использовать стандартный вход, мы можем сразу описать start, точку входа в программу, которая реальная, настоящая точка входа в программу, без функции main, и сильно упростить, соответственно, ассемблерный вывод, который у нас есть для анализа. Это гораздо будет проще. Дальше, так как мы хотим поработать с 32-битным вариантом, мы указываем, соответственно, 32-битный вариант. И опять же говорим, что у нас все должно быть в интеловском ассемблере. То есть здесь мы рассматриваем вариант, когда все, что делает из XE в языке main, в функции main для инициализации, мы откидываем. Посмотрите видео про линковку, там будет намного понятнее, почему main нам здесь вообще не нужен. Значит, здесь в этой еще программе использованы интересные два варианта системных вызовов, о которых я хочу поговорить. То есть вот этот системный вызов, он подробный. То есть мы говорим, что сначала мы кладем в регистр EX четверку. У четверки есть вполне себе определенное значение в системных вызовах линукса. Это в write, в куда-то, да? Куда? Собственно говоря, это мы определяем с помощью второго регистра EBX. Это стандартный out. Единица это std out. То есть мы пишем в std out. И для этого, чтобы указать это, мы используем регистр EX, EBX. Четверка это номер системного вызова в write, и EBX это файловый дескриптор. Дальше, для того, чтобы нам что-то вывести на экран, нам нужно еще указать размер тех данных, которые у нас есть. Вот эти 12 символов, которые у нас есть здесь, мы их посчитали вручную, соответственно, здесь записали, и записали в регистр EDX. И вот теперь возникает вопрос, что нам для вызова еще нужно записать в ECX непосредственно сообщение. И мы это делаем не с помощью инструкции ассемблера. Мы вспоминаем, что у нас есть input и output. А вот в данном случае не указывается, он пустой. А input мы хитро делаем. Мы говорим, что вот в ECX, и для этого у нас служит буковка C, мы кладем hello. И получается, что в самом коде нам не нужно этого писать. Дальше мы непосредственно дергаем int 80h, и выполняем вот эти все инициализированные данные в виде системного вызова. И вот следующий шаг. Мы еще одну инструкцию делаем. Сделаем здесь мы уже возврат, код возврата 0. Для этого мы используем соответствующий вызов и код возврата 0. И вот обратите внимание, здесь мы подробно указывали, но на самом деле вот эту часть мы могли не указывать. Мы могли точно так же вот здесь вот ее указать в виде конкретных значений, да, через запятую. Там D, по-моему, для EDX. И получился бы весь системный вызов вот в такую одну строчку. И как правило, как правило, именно так он и делается. То есть указывается только непосредственно инструкция 80h, а все регистры заполняются с помощью модификаторов в разделе input. И такие вещи вы реально можете встретить в коде на языке C. Ну, давайте скомпилируем эту программу и запустим. Так, запустили. И вот она наша фраза Hello World выведена на экран. И заметьте, даже есть переноска SIA N, который в конце, непечатный символ, добавился. Окей, это вот использование, уже более практичное использование ассемблера в программах на языке C. Ну и давайте посмотрим 64-битный вариант для вывода в консоль надписи Hello World. Здесь я не стал долго думать, я взял в интернете и готовый пример использовал. Значит, смотрите, что здесь происходит. По сути, мы делаем все то же самое. Мы определяем переменную str, куда записываем Hello World. Дальше определяем длину этой переменной. Мы могли бы сделать так и в предыдущем примере, передать в онлайновый ассемблер сразу вот это вот значение. И определяем еще переменную для того, чтобы результат системного вызова связался. То есть мы бы забрали результат системного вызова собственно говоря, вот сюда, вот в эту переменную. Значит, дальше. Для системного вызова в 64-битном варианте, в RAX, да, это уже 64-битный регистр, мы кладем единицу, это все тот же WRITE, и единица для WRDA, это для STD OUT. То есть все то же самое, только немножко другие регистры. Поэтому предыдущий вариант не сработал бы. Дальше. Нам нужно в RSI положить значение строки. Вот она, да. То есть мы видим, здесь, кстати, нужно напомнить, что нумерация идет с нуля. То есть вот таким образом. Процент 0 это вот это значение, процент 1 вот это, и процент 2 это вот это. То есть здесь мы говорим о том, что в RSI мы кладем вот это значение. Здесь интересный модификатор G, который говорит о том, что может быть использован любой регистр. По-моему, не только регистр, вы можете поискать значение в интернете этого модификатора. Но точно здесь может быть любой регистр, и возможно не только регистр. Я здесь не буду утверждать, это сам компилятор определит, куда лучше положить вот это вот значение адрес STR. И, соответственно, потом вот сюда он его подставит, и мы в RSI его успешно запишем. То же самое происходит с длиной. Его нужно положить в EDX, и, собственно говоря, у нас вот здесь это происходит. То есть компилятор сам определяет, куда лучше его положить, туда кладет, и, собственно говоря, таким образом формируется, инициализируются все необходимые параметры. Дальше делается системный вызов, который, собственно говоря, выводится на экран, и дальше мы уже в самой программе делаем return 0. То есть мы используем main, никаких стартов, поэтому мы все здесь делаем по-стандарту. Никаких экзитов мы не делаем, мы просто вот стандартно делаем вызов функции main. И, естественно, такая программа просто компилируется с помощью GCC stdout. А, ну да, да. Единственное, что нам нужно, это указать, что это масса интеловский ассемблер, и вот он выводится на экран. То есть, как вы видите, вот эти вот модификаторы, которые мы используем, они могут быть разные, и самое сложное найти и запомнить, как ими пользоваться. Сам ассемблерный код становится точно такими. Если не использовать вот эти значения, то самое интересное, что мы делаем практически обычный ассемблерный код. То есть вот это единственное, что добавляется компилятором. Я надеюсь, было интересно. Если вы хотите продолжать эту серию и глубже изучать ассемблер и делать другие вставки, анализировать, как вообще программа компилирует в ассемблерный код, точнее, ассемблирует в ассемблерный код, а потом компилирует в бинарный код, пишите в комментариях, какие еще интересные темы рассмотреть. На этом краткое рассмотрение инлайнового ассемблера закончено. Надеюсь, было интересно. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания.